Процесс фильтрования. Основные положения. Фильтрование – это разделение неоднородной системы с твердой дисперсной фазой суспензии, основанная на задержании твердых частиц полистой перегородкой. Различают шламовое и закупорочное фильтрование. Шламовое реализуется в случае маловязких жидкостей, содержащих большое количество взвешенных частиц. В этом случае слой шлама на поверхности фильтрующего материала быстро нарастает. Закупорочное фильтрование реализуется при малом размере частиц и их небольшом количестве. В связи с малым количеством частиц шлам на поверхности фильтрующего элемента не образуется в течение длительного времени. В этом случае единственно эффективным является задерживание частиц внутри пор фильтрующего материала. Закономерности фильтрования выявляются на основании анализа течения жидкости через фильтр. Эти закономерности, изучаемые рядом автором, Стокс, Пуазель, Дарси, Эргун и другие, несколько различаются. Для осадков, сопротивление которых растет с увеличением перепада давления дельта-П, то есть для сжимаемых осадков, коэффициенты сопротивления Дарси зависят от перепада давления и увеличиваются с его ростом. Существует три разных способа течения жидкости по трубам. Ньютоновская, при котором скорость пропорциональна квадратному корню из перепада давлений. Пуазельевская, при котором скорость течения пропорциональна перепаду давлений в первой степени. Фильтрационная, при котором скорость течения через сжимаемый осадок пропорциональна перепаду давления в степени меньше единицы. Для закупорочного фильтрования важен выбор фильтрующего материала. Материал должен иметь такие поперечные размеры пор, которые согласуются с размерами задерживаемых частиц. Влажен также правильный выбор объемов фильтрующего материала, занятых соответствующими порами. Повышение давления со стороны фильтруемой суспензии сжимает частицы осадка. В результате расход фильтрата уменьшается вплоть до нуля. При воздействии вакуума со стороны фильтрата, деформация сжатия частиц заменяется деформацией растяжения. В результате поры осадка в процессе фильтрования не закрываются и расход фильтрата не уменьшается. Эта особенность сжимаемых осадков определяет большую производительность вакуумных фильтров. В расчетах фильтрования используют эмпирические данные, связывающие количество осадка отложившегося на фильтре Г с временем Тау. Фильтрование. Общие сведения. Фильтрование – это не разделение неоднородной системы с твердой дисперсной фазой, основанное на задержании твердых частиц пористыми перегородками. Фильтрование может быть шламовым и закупорочным. Шламовое фильтрование. При шламовом фильтровании основной процесс происходит на слое осадка – шламе, отложившемся поверх фильтрующего материала. Устья пор фильтрующего материала при этом перекрываются частицами дисперсной фазы, и их слой нарастает в процессе фильтрования. Наличие в фильтруемой суспензии коагулирующих и пептизирующих веществ может во много раз увеличить сопротивление осадка. Шламовое фильтрование реализуется для маловязких жидкостей, содержащих большое количество взвешенных частиц. В этом случае слой шлама на поверхности фильтрующего материала быстро нарастает. В начале процесса, когда слой шлама невелик, наблюдается проскох частиц через фильтр. Этот начальный период фильтрования называют периодом обдержки фильтра. Размеры пор фильтрующего материала для шламового фильтрования выбирают мелкими, чтобы частицы не проникали в них и не закупоривали фильтр. Закупорочное фильтрование. Этот вид фильтрования реализуется при малом размере частиц и их небольшом количестве. В связи с малым количеством частиц шлам на поверхности фильтрующего материала не образуется в течение длительного времени. В этом случае единственно эффективным является задерживание частиц внутри фильтрующего материала. Комбинированное фильтрование. Зачастую наблюдается комбинированное протекание шламового и закупорочного фильтрования. Более того, шламовое и закупорочное фильтрование можно рассматривать как крайние случаи более общего комбинированного процесса. Максимальный размер частиц, которые проходят через фильтр, не задерживаясь, называют порогом фильтрования. Основные закономерности фильтрования. Закономерности фильтрационного движения жидкости можно выявить путем анализа движения жидкости между двумя близкими параллельными пластинами. Скорость фильтрования рассчитывается по формуле. Фильтровальное движение характеризуется очень малыми скоростями – несколько миллиметров в секунду. И поэтому в уравнениях, описывающих движение вязкой несжимаемой среды, пренебрегают конвективной скоростью жидкости и связанным с ней скоростным напором. Движущей силой фильтрования является перепад давлений ΔП суммарное, включающий его составляющие в форме статического ΔП и пьезометрического ρGH давления жидкости над фильтрующей поверхностью. Гидравлическим сопротивлением движению, связанным с поворотами в пространстве каналов, образуемых порами, зачастую пренебрегают. Основанием для последнего служит также малая скорость течения, при которой инерционные воздействия на поток, связанные с его поворотами, малы. Хотя при точных измерениях их всегда можно обнаружить. Фильтрационное движение жидкости характеризуется малыми скоростями и малыми значениями критерия Рейнольдса. Для описания процесса используют ряд математических приемов. Наиболее известными из них являются Прямое решение уравнений Навье-Стокса Применение уравнений Пуазеля, описывающие течение жидкости по капиллярам Решение уравнения Дарси Рассмотрим эти уравнения в порядке упоминания Уравнение Навье-Стокса Представим фильтрационное движение в декартовой системе координат, Введя обозначение Расстояние между ограничивающими плоскостями Z равно плюс-минус X Плоскость координат X, O, Y Совпадает со срединной плоскостью щели Составляющая скорости потока вдоль оси Z равна нулю То есть VZ равно нулю То есть движение происходит параллельными слоями в плоскостях параллельной координатной плоскости X, O, Y Система уравнений Навье-Стокса в проекциях на оси X и Y с индексами X и Y И уравнения неразрывности течения принимают вид, который вы видите на экране Это уравнение справедливо, при граничных условиях VX равно VY равно нулю И при Z равное плюс-минус H Решение этой системы уравнений имеет вид Средние с чертой сверху и максимальной скорости фильтрования определяются выражениями Уравнение Пуазеля Аналогичное решение для движения по цилиндрическим трубопроводам получил французский врач и физиолог Пуазель Применительно к движению крови по капиллярным сосудам Он представил решение в виде Если на единице площади поверхности фильтрующего материала располагается N пор Площадь поперечного сечения, каждая из которых равна πd в квадрате на 4 То объемный расход жидкости через фильтр в кубических метрах в секунду При этом F это общая площадь поверхности фильтра Основной результат полученных выводов Установление пропорциональной зависимости между скоростью течения и перепадом давлений на пористом материале Этот вывод можно интерпретировать как зависимость сопротивления пористого материала фильтра От скорости течения в первой степени Подобный результат получен еще Ньютоном Когда он представил сопротивление среды движению тел в ней в виде двух слагаемых Одно из которых зависит от скорости движения в первой степени А второе от нее же в квадрате Если в данной задаче вследствие малости скорости квадрат от нее как от малой величины пренебрежимо мал По сравнению со скоростью в первой степени То можно получить тот же вывод Что сопротивление движения вязкой жидкости через фильтр пропорционально скорости движения Уравнение Darcy Аналогичное решение получено Darcy обобщением экспериментальных данных о гидравлических сопротивлениях пористых тел Оно имеет вид Коэффициент пропорциональности лямбда в законе Darcy называется коэффициентом сопротивления фильтра Или коэффициентом сопротивления Darcy Для пористых фильтров вычисляется по формуле Уравнение Ergun Если фильтрование происходит через поры, образованные насыпкой шариков диаметром D при высоте насыпки H То параметры фильтра оказываются следующими Относительный объем пустот между шариками – пористость ε Относительный объем шариков – единица минус ε Пусть через этот слой проходит жидкость плотностью ρ1 с кинематической вязкостью ν со скоростью v Тогда связь коэффициента фильтрации Darcy, коэффициента сопротивления лямбда и числа рейнольцев в слое определяются уравнением Ergun С использованием этого уравнения закон Darcy для расхода жидкости кубометр в секунду через пористый фильтр, образованный сферическими твердыми частицами, можно представить в виде В уравнении Ergunso множитель 1 минус ε деленный на рейнольц определяет влияние внутреннего трения А слагаемое 3,5 уменьшение кинетической энергии вследствие поворотов жидкости в слое При несферических частицах перепад давления ΔП в формуле для числа Darcy больше расчетного Если жидкость проходит через слой шариков снизу вверх, то при ΔП меньшем веса фильтрующего материала, приходящуюся на единицу площади поперечного сечения То есть при выполнении вот этого условия Слой остается неподвижным В противном случае происходит псевдоожижение слоя Внутренние его структуры разрушаются, коэффициент трения покоя исчезает, среда ведет себя как жидкость Как уже было сказано, при малых скоростях фильтрования потерями, связанными с поворотами потока, пренебрегают Поэтому в уравнении Ergunso при малых скоростях движения жидкости выпадает член 3,5 Коэффициент сопротивления фильтра Его определяют экспериментально, путем измерений При использовании этого коэффициента формулы для вычисления объемного расхода жидкости через фильтр принимают следующий вид В последней формуле отражено, что остаток и фильтрующий материал образуют последовательно соединенные сопротивления движению жидкости То есть, согласно этой формуле Толщину слоя осадка на фильтре ΔXS можно вычислить интегрированием по времени τ. Из приведенных выражений видно, что общее сопротивление фильтра складывается из двух составляющих Из сопротивления материала фильтра и сопротивления осадка на нем В случае, если существенной является составляющая, связанная с отложившимся осадком Его свойство вносит специфику в работу фильтра В частности, осадок может быть сжимаемым, не сжимаемым и частично сжимаемым Сжатие осадка увеличивает сопротивление фильтрованию В общем случае, зависимость этого сопротивления от перепада давления можно выразить формулой При S равно 0 осадок не сжимаемый И его сопротивление не изменяется с изменением перепада давлений на нем При S равном 1 перепад давлений на фильтре не влияет на расход жидкости через него Так как сопротивление осадка при этом пропорционально возрастает Все значения S в диапазоне от 0 до 1 реальны В частности, значения S равное 0 соответствуют диатомовой земле А S равное 1 протопектину в дрожжах, соку, пиве и вине Сопротивление λS нулевое, единицы деленное на метр в квадрате, некоторых фильтрующих материалов Имеет значение, представленное на слайде Особенности закупорочного фильтрования Процесс происходит либо до полного закупоривания фильтрующего элемента осадком Либо до уменьшения расхода фильтрата через него на заданную величину Во всех случаях теория закупорочного фильтрования Рассматривает зависимость скорости фильтрования от основных действующих факторов Которую получим следующим образом Представим, что фильтр состоит из капилляров начального диаметра D нулевое и длиной L большое Причем диаметр D нулевое через интервал времени τ уменьшается из отложения на их стенках осадка до диаметра D Толщина слоя осадка рассчитывается по формуле Если число капилляров равно Z и через фильтр прошел фильтрат объемом DW При концентрации твердых частиц в нем C, то имеет место баланс объема осадка Знак минус в правой части означает, что уменьшение R приводит к увеличению объема отложившегося осадка W Проинтегрируем это уравнение по времени рассматриваемого процесса Что соответствует интегрированию левой части от нуля до W1 А правой от R нулевое до R1 Тогда получим Скорость движения жидкости V в капиллярах связана с перепадом давления ΔP их размером D и вязкостью μ уравнением Пуазеля Из уравнения Пуазеля следует, что в момент начала фильтрования R нулевое, V нулевое и в произвольный момент R1 V1 имеют место соотношения С учетом этих соотношений выражение для W примет вид Если фильтрование ведется до полной закупорки, то V1 равно 0, R1 равно 0 и тогда получим выражение Максимальное количество фильтрата Ку Тау Максимум равно Ку Тау Максимум Вот такая формула Которая может быть пропущена через фильтр при закупорочном фильтровании Для закупорочного фильтрования важен выбор фильтрующего материала Он должен иметь такие поперечные размеры пор, которые согласуются с размером задерживаемых частиц Важен также правильный выбор объема фильтрующего материала, занятых соответствующими порами Поясним это Если в качестве фильтрующего материала взять мелко пористую пластину Размер пор, который меньше размеров всех задерживаемых частиц Фильтр с таким фильтрующим материалом будет работать эффективно, но недолго Крупные частицы относительно быстро закупорят первый по ходу фильтрата слой пор И расход через фильтр недопустимо снизится вплоть до полного закупоривания Более глубоко расположенные слои фильтрующего материала останутся незаполненными фильтруемыми частицами Этот пример свидетельствует о том, что фильтрующий материал следует специально конструировать Для фильтрования конкретных суспензий Фильтрующий материал должен иметь поры, поперечные размеры которых уменьшаются по ходу фильтрата При этом более мелкие частицы задерживаются более глубоко расположенными порами Пусть распределение задерживаемых частиц по размерам R задается зависимостью M от R Где M масса частиц с размерами R до R плюс DR Обычно известны размеры пор RP Необходимые для задерживания частиц размером R То есть известно, что RP равно αR Где α это постоянное Если задать единичный на единицу массы объем фильтрующего материала M от R Необходимый для удержания в ней единицы массы дисперсной фазы суспензии с размером частиц R Кривая распределения потребных объемов фильтрующего материала по размерам R обозначаемая V от R Будет соответствовать выражению Если пористый материал укладывают в фильтре в виде плоских пластин Площадью поперечного сечения F и длиной L Из последнего выражения получим распределение длин фильтрующего материала по размерам пор RP Это выражение позволяет рассчитать распределение размеров фильтрующего материала по длине, занятых порами размерами RP Если общая длина фильтрующего материала задана Ею в данном случае будет определяться продолжительность работы фильтра или общая его вместимость по задержанным частицам Последнее выражение используют для определения доли общей длины, занятой порами размерами RP Для этого обе части последнего равенства делят на заданную общую длину фильтрующего материала При фильтровании реальных низкоконцентрированных суспензий типа питьевой воды Когда ставится задача добиться повышенной частоты фильтрата возможно использование только закупорочного фильтрования Шламовое фильтрование в этом случае не реализуется вследствие низкой концентрации суспензии Для образования слоя шламового, достаточного для фильтрования в этом случае приходится отфильтровывать так много суспензии что это становится практически неприемлемым Для реализации шламового фильтрования в этом случае могут применяться искусственные приемы Например, в начале процесса на фильтрующую перегородку может быть специально направлена струя жидкости содержащая мелкодисперстный неорганический материал типа кизельгура Кизельгур это осадочная горная порода состоящая из опалового кремния При этом образовавшийся из него шлам является основой для последующего шламового фильтрования Как уже было сказано, закупорочное фильтрование имеет ту особенность что более крупные фильтруемые частицы задерживаются начальной частью фильтра а более мелкие более глубоко расположенными его частями Если крупных частиц в осадке много, начальная часть фильтра быстро ими заполняется Глубинные слои при этом остаются свободными от частиц Для рационального использования всего объема фильтра необходимо крупные частицы отфильтровать на другом, более крупнозернистом фильтре то есть на фильтре с более крупным порогом пропускания Это заставляет создавать фильтрующие системы включающие предварительную, окончательную, а при необходимости и промежуточные ступени очистки Задерживание частиц в порог фильтра носит вероятностный характер и оценивается параметром называемым эффективностью задержания Эффективность задерживания определяют как относительное количество отфильтрованных частиц С повышением размеров частиц эффективность задерживания увеличивается Перепад давлений на фильтре Перепад давлений, который определяющим образом влияет на его производительность может быть создан как повышением давления перед фильтром, так и понижением давления за ним вакуумированием пространства за фильтром Повышение давления перед фильтром реализовать значительно легче технически И полученный перепад давлений может во много раз превосходить перепад давлений, созданный вакуумированием Казалось бы, это должно обеспечить БОЛЬШЕЕ преимущества фильтром с повышенным давлением на входе Однако это не так Один и тот же перепад давлений на фильтре в зависимости от того, каким образом он создан оказывает либо сжимающее, либо растягивающее воздействие на частицы осадка Повышение давления со стороны фильтруемой суспензии сжимает частицы осадка И если они сжимаемы, деформируют их, уменьшая поры между ними В результате расход фильтрата уменьшается вплоть до нуля, несмотря на повышение перепада давления При воздействии вакуума со стороны фильтрата отсутствует сдавливание частиц Деформация их сжатия заменяется деформацией растяжения В результате поры осадка в процессе фильтрования не закрываются И расход фильтрата не уменьшается Эта особенность сжимаемых осадков объясняет большую производительность вакуумных фильтров И как следствие большее их распространение Виды течения жидкости в фильтре под действием перепада давлений Существует три предельных вида течения через различные устройства Ньютоновское, при котором перепад давления пропорционален квадрату расхода через рассматриваемое устройство Пуазеревское, при котором перепад давления на капиллярной трубочке или в слое пористого материала пропорционален расходу жидкости через них в первой степени Фильтрование суспензии через сжимаемую пористую среду, например, через слой шлама, при котором перепад давления обратно пропорционален расходу жидкости в степени, лежащей между нулем и единицей Кроме этих предельных течений могут реализовываться различные их комбинации и промежуточные течения Это создает большое разнообразие течений, которые можно использовать в конкретных устройствах Например, фильтрование на пористых мембранах реализуется в баромембранных установках Такое фильтрование называют также микро- или ультрафильтрацией Пористые мембраны пропускают через сквозные поры молекулы малых размеров, малой молекулярной массы И задерживают высокомолекулярные соединения, в том числе микроорганизмы Процессы, в которых происходит фильтрование микроорганизмов, называют стерилизацией Имеют место большое разнообразие разделительных свойств мембран Их получают из гидрофобных материалов, например, из тонколистового фторопласта Либо облучением, бомбардировкой, ускоренными тяжелыми ионами С последующим травлением образовавшихся треков до получения сквозных пор Либо полимеризацией из тонких жидких пленок-мономеров Все мембраны нуждаются в постоянной очистке, не являются универсальными для разделения частиц различных размеров Уменьшить засорение мембран можно с помощью СВЧ-колебаний электромагнитного поля перед мембранами При этом очищать входную полость фильтра можно реже Расчет количества осадка В расчетах используют эмпирические данные, связывающие количество осадка Г, отложившегося на фильтре со временем Тау Эти данные аппроксимируются уравнением фильтрования Это уравнение отражает ньютоновскую зависимость расхода фильтрата от перепада давлений на фильтре Проведя два эксперимента по фильтрованию осадка на реальном фильтре и измерив в ней количество отложившегося осадка за заданное время По данному уравнению найдем обе неизвестные константы С и К И используем полученное уравнение для расчетов Г от Тау То есть массы отложившегося осадка в зависимости от времени в условиях, идентичных экспериментальным Можно использовать и другие способы экспериментального определения этих констант Расчеты упрощены предположением о том, что соотношение размеров пор фильтра и частиц осадка близко к оптимальному То есть к такому, при котором частицы достаточно хорошо фильтруются Однако реальный процесс всегда отличается от идеального И это следует учитывать как при конструировании, так и при эксплуатации фильтров В этом видео мы рассмотрели процесс фильтрования и основные уравнения, которые его описывают Благодарю за внимание Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в колокольчике все уведомления Чтобы получать уведомления о новых видео А я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok